В предыдущих видео я рассказал о том, что можно создать источники пассивного дохода, не вкладывая больших денег туда, и они будут приносить большие деньги. Ну, в частности, я показал, что у меня там доход составляет до 160 тысяч. На самом деле, таких источников несколько. И сегодня я хочу рассказать о том, как всего за месяц из 100 рублей сделать 262 тысячи рублей. Согласитесь, 100 рублей у каждого найдется. Возможно, вам покажется это сказкой, то, что я сегодня расскажу. Но досмотрите, пожалуйста, до конца, потому что на самом деле это действительно будет немножечко сказка, это преувеличение, но из этого мы сделаем огромные выводы. Я буду ссылаться на это видео вновь и вновь, потому что выводы, которые мы отсюда сделаем, они далеко идущие. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сейчас я вам расскажу очень быстро, как из 100 рублей сделать 262 тысячи рублей всего лишь за один месяц. Смотрите, берем 100 рублей и находим какой-то актив, который за один день способен принести нам 30% доходности. Вкладываем эти 100 рублей в этот актив. На следующий день у нас прибавляется сколько? 30%, как мы и договаривались. То есть становится 130 рублей. То есть 130 это 100 умножить на 1,3. Что мы делаем с этими деньгами? Мы все 130 рублей полученные вкладываем снова в тот же самый актив на следующий день. Сколько у нас будет? У нас будет уже 130 рублей умножить на 1,3. То есть 100 рублей умножить на 1,3 и умножить на 1,3. Или 100 рублей умножить на 1,3 в квадрате. Напоминаю, что у нас второй всего день. Что мы делаем на третий день? Ну, вы уже поняли, что на третий день мы вкладываем туда же. И получается 100 рублей умножить на 1,3 в кубе. Таким образом мы продолжаем весь месяц. В месяце мы знаем 30 дней. Поэтому легко посчитать, что через 30 дней у нас будет 100 рублей умножить на 1,3 в тридцатой степени. Если вы возведете это дело, вычислить эту формулу. 100 рублей умножить на 1,3 в тридцатой степени. То вы как раз и получите практически 262 тысячи рублей. Это нетрудно проверить на любом калькуляторе. Но вы скажете, что за ерунда, сказка какая-то, бредятина и так далее. Не торопитесь с выводами. Давайте посмотрим на это внимательно. Конечно, за месяц трудно представить, что каждый день вы сможете проворачивать по 30% в день. Было бы очень здорово. Но сказка ложь, да в ней намек. Давайте посмотрим на эти цифры внимательно. Итак, мы видим формулу 100 умножить на 1,3 в тридцатой степени. Там всего три цифры. 100 это начальный капитал. 1,3 это что такое? Это единица плюс 0,3. А 0,3 это 30%, то есть 30 делим на 100. 0,3 это доходность. 30% это доходность. И, значит, соответственно, из них проистекает 1,3. И третья цифра 30. Это количество оборотов. Вот всего три цифры. Какая из этих цифр самая главная? Давайте подумаем. Смотрите, возьмем и попробуем умножить, в два раза увеличить начальный капитал. То есть возьмем не 100 рублей, а 200 рублей. Во сколько раз увеличится итоговая сумма? Ну, понятно, что в два раза. Не так ли? Понятно, да? Теперь смотрите. А если мы увеличим доходность в два раза, то есть не 30%, а 60% с оборота? Я посчитал, и у меня получилось, что при этом итоговая сумма увеличится в 507 раз. Ну, а если мы, соответственно, увеличим в два раза количество оборотов, то есть не 30%, а 60% будет, то итог у нас увеличится в 2920 раз. Что отсюда следует? Какая из этих цифр наиболее значимая? На самом деле отсюда следует вывод, что не так важен начальный капитал. Главное это доходность с одного оборота и количество оборотов. Вот что важно. Понимаете? Еще раз. Начальный капитал наименее важен в этом деле. Какой бы у вас ни был начальный капитал, всегда его надо вкладывать, как только мы видим вот такие схемы. Понимаете, да? То есть если вы, как только вы видите такую возможность, не теряйте время и вкладывайте деньги. Ну, а о том, где же взять такую доходность 30%? Это много. А тут я еще 60% загнул. На самом деле и доходности могут быть намного больше. И не 30%, а все 300% я об этом расскажу в следующих видео. И количество оборотов может быть совершенно колоссальным. То есть там не 60%, а там тысячи оборотов можно делать. Вот. Все это тоже возможно делать. Поэтому не спешите прерываться, не спешите уходить. Посмотрите следующие мои выпуски, следующие уроки. Будет тоже интересно. Я уже рассказал сегодня главный вывод, что не так важен начальный капитал, важна доходность. И в следующий раз я расскажу, как можно увеличить доходность просто до бесконечности буквально. Поэтому оставайтесь на моем канале, подписочка. И в следующем видео вы увидите уже, как можно увеличить доходность колоссальным образом. Там тоже все интересно. До встречи.